Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня тема нашей программы. Украине нужно завершить АТО на Донбассе и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны. Громкое заявление секретаря СНБУ Украины Александра Турчинова, которая прозвучала 13 июня. Эту тему мы сегодня будем обсуждать с нашими гостями. А сегодня у нас в студии Ляшенко Валерий Георгиевич, кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Донецкой государственной музыкальной академии имени Сергея Прокофьева. И Куренков Александр Павлович, заместитель начальника воспитательного отдела Донецкого высшего общевойскового командного училища вооруженных сил ДНР, депутат Народного совета, член правления общественной организации «Оплот Донбасса». Этот выпуск программы у нас выходит при поддержке общественной организации «Оплот Донбасса». Добрый день, уважаемые гости! Давайте для начала, чтобы перед тем, как мы приступим к обсуждению, давайте мы посмотрим именно вот это заявление, которое прозвучало в эфире одного из украинских телеканалов. Антитеористичная операция на Сходе вичерпала себе. Про это заявил секретарь НБО Олександр Турчинов в интервью агентству «Интерфакс». Він зазначив, АТО виконала багато важливих завдань, зокрема, дала можливість провести вибори та звільнити частину окупованих територій, змусити ворога піти зрештою територій Донеччини та Луганщини. АТО не допоможе, вважає Турчинов. Потрібно на законодавчому рівні визнати окупацію та надати право президенту застосовувати Збройні сили України та інше військове формування проти гібридної агресії. Військові дії, що тривають на Сході нашої країни, і за масштабами, і головне за тривалостю, вони продовжуються, до речі, вже понад три роки, переросли в формат антитерористичної операції. Пришла необхідність вийти на новий формат захисту України. В чому головна проблема? Українське законодавство передбачає два основних випадки, коли можна застосовувати Збройні сили. Перший – це вже знайомий нам формат антитерористичної операції. І другий варіант – це оголошення війни. Уважаємі гости, як ви считаєте, що имеється в виду именно второй варіант – оголошення війни? Мені, мені, просто смена формата відбувається, більше нічого. Будемо говорити, АТО заменять на ВП – воєнне положення, чи ВО – воєнну оперцію. Единственное, що відбувається, відбувається звертачення власні в руках президента Порошенка. Почему? Тому що він, як верховний головнокомандуючий, буде непосередньо руководити цей операцией. В настоящее время, як известно, операции руководять Служби безпасності України і Министерства внутренних дел. Я вижу, наверное, це навіть підготовка к яким-то будущим виборам. Однозначно. Почему? Потому що ми видим по той політичній ситуації, яка відбувається в державі України. В минувший четверг Київський обласной совет сразу же заявив о том, що він не согласен і він буде проводити імпичмент президенту, т.е. недоверія президенту України. Появилась на горизонте всем известна Дамаска Сойвилия Владимировна Тимошенко, которая тоже заявила, що її партия Батьківщина починає процес імпичмента. А почему? Потому що слишком багато власть сосредоточено в одних руках, а далі просто-напросто я лично думаю, що Порошенко буде без всіх остальних. Т.е. він, по сути, буде руководити всіми силовими структурами і приймати единолічне решення. І даже для цього не потрібно буде спрашити разрешення у Верховной Рады. Ну, така вот ситуація. Ну, і, як звісно, Порошенко – це лідер партии війни, т.е. що щось змінюється чи произойдет в відноші мирного регулювання. Я сомневаюсь. Почему? Потому що ви видите на нашій ситуацію, вони спробують, мені кажуть, хочуть спробувати всі форми і методи ведення війни, як би вони не називались. Т.е. як говориться в послодіці «хрен не слащий редький». Поэтому просто будем отслеживать ситуацію. Мало того, законопроект зарегистрирован, многие даже не знают отдельних положений этого законопроекта. Т.е. опять все происходит кулуарно, непрозрачно, ну, що, собственно, і свойственно для господарства України. А Валерий Георгиевич, а що ви думаєте? Ну, в общем-то, мені кажеться, що процес перехода в другу стадію той операции воєнной, яку Україна проводить с 2014 року, он внутри України обсуждается уже на протяжении всех этих трех лет. І вот є такий советник президента, господин Гарбуллин. Не так давно він опубліковав около трех, две или три статьи в еженедельниці «Зеркало недели». А «Зеркало недели» – це, як звісно, еженедельник, який здається по существу на американські деньги. І вот в цих статях все время проводилась ідея о необхідності использовання і перехода на хорватський сценарий по отношению к Донбасу. Я хотів би також заметити, що буквально недавно, выступая по українським средствам МАСМЕДІ, Гройсман заявив о том, що із Хорватії приїхала група товаришів, які оказывають консультатию, помогають представителям українських власних структур, консультирують їх по методіки проведення цієї оперції. А операция була направлена на ліквідацію сербської країни, на вытеснення кореного населення сербів, проживаючих на той тій території. І Хорватія взяла под контроль эту територію і включила в состав Хорватії. І ця ідея фікс, яка буквально овладеває умами представителей так званій політичній еліті, вона їм не давала жити спокійно. Минські соглашення для них були як кось в горлі, тому що Минськ предполагав определенні поетапні шаги, направленні прежде всього на политическое урегулировання ситуации в нашому регіоне. А власть, придержащуюся на Україні, этот сценарий не хочуть использовать, не хочуть применять, тому що вони понимають, що вслід за Донбасом особий статус може потребувати і Харків, і Одеса, і інші регіони, і Закарпаття, яка вже може відбуватись. Тому вони це дуже бояться. І, звісно, вони є сторонниками цього силового рішення питання на Донбасі. Воєвати ж не їм і не їх дітям. Воєвати будуть обычні і прості граждані України, яких сюди гонять за якісь несчастні 8 тисяч гривень. І в конечному відтогі потім багато з них возвращаються інвалідами і психологічно травмуваними людьми. Оваков сказав, що більше 500 демобилизованних воїнів світа, вернувшихся із АТО, покончили життя самоубійством на Україні. Але я так думаю, що це явно занижена цифра. Этих людей значительно більше. Тому що, ну, наверное, у якій-то частиць із них відбувається осознання того, що їх війна несправедлива. Що вони на стороні тімних сил находяться, а не светлых сил. Ну і в конечному відтогі, плюс к тому ж ще обробка цих людей різними препаратами, всі іншими інфітаминами, наркотиками, так сказати. Все це впоследствію потім сказывається на психологічному відстоянию цих людей. І в відтогі ми маємо то, що ми маємо. Але то, що Україна не намерена, так сказати, выполняти Минські соглашення і реалізувати вот цей план, який був разработан і утверджен, собственно говоря, і Організацією об'єдненних націй, і іншими структурами міжнародними, це явно видно і понятно. Отсюду і вона попытка знайти інший формат. Тому що действительно, як можна проводити АТО, 4-й год ідет АТО, на такій огромній території використовується армия в вооруженном конфлікті. Вобщо антитеррористическую операцию проводять спецподразделения, проводять подразделения СБУ, МВД, так сказати, це на ограниченій території, ограниченне время. Вот якщо ми посмотрим, як російські спецслужби работають проти террористів, відсепляється какой-то район, так сказати, людей виводять, быстро все решають. А тут вже 4-й год ідет антитеррористическая так называема операция, яка, як говориться, конца і края не видно. Поэтому, естественно, їм нужен другой формат. Вони хотят, так сказати, переформатировать, подобрати какое-то там основання правовое для того, чтобы использовать более широкий формат для проведення боєвих действий. Ну і я согласен с мнением, высказанным моим коллегами, о том, що господин Порошенко, он же прекрасно розуміє, що вибори приближаються, рейтинг у нього по существу минимальний, нулевой. Об'язніть людям, так сказати, чому так вони плохо живуть на Україні, теж сложно. Поэтому нужна, как говориться, маленькая победоносная война. Для того, чтобы маленькая победоносная война была, значит, он должен, как бы, сконцентрировать в своих руках политическую власть, отказаться от выборов на целом ряде регионов, ну той же самой Донецкой, Луганской областей, которые подконтрольны сегодня Киеву. А может быть, уже я прочитал информацию о том, что и в Херсонскую область предлагают ввести вот этот режим, поскольку она сопредельна с территорией Крыма Российской Федерации. То есть мы видим вот эти вот игры в мутной водичке. Политические лидеры современной Украины пытаются, так сказать, поймать рыбку пожирнее. Вроде бы, так сказать, и войну продолжить, потому что господин Вальцман Порошенко в ней заинтересован. Ленинская кузня выпускает и минометы молот, и выпускает бронекатера гюрза, так сказать, это все идет на вооружение армии украинской. Поэтому, конечно, для него это важный источник обогащения. И плюс к тому же он решает вопросы и политического характера. Если будет введен другой правовой режим, тогда возникает проблема с военно-гражданскими администрациями на этой территории. Куда девать этого Жибривского, так сказать, который усиленно тут рассказывает, как он строит Украину. Я думаю, они найдут ему портфель. Ну, это их проблема, да. Я, продолжая нашу беседу, процитирую уже президента Порошенко. Это он сказал буквально на следующий день. Заявление Турчинова было 13 июня. 14 июня прореагировал уже и сам Порошенко. Он заявил следующее. Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным право действовать адекватно в условиях агрессии, оставим Украину беззащитной. Это вот слова Порошенко. Как вы... Да, и заодно всю Европу, как он любит говорить. И, наверное, уже и Америку. Вот, они же говорят, что они находятся на рубеже между агрессивной Россией и цивилизованной Европой, так называемой. Вы знаете, вы обратите внимание на риторику, которая идет, вот как раз с выдумкой вот этого нового законопроекта. Однозначно сказано, мы должны освободить оккупированные территории. За три с лишним года они до сих пор здесь не увидели ни российских военнослужащих, ни российскую армию. И, тем не менее, идет продолжение, ну, понятное дело, с намеком и с предоставлением информации для большого брата. Вот они действительно стоят здесь на рубеже, спасают весь мир от агрессии Российской Федерации. Мы уже неоднозначно видели, и мировое сообщество это подтверждало тоже неоднократно, что Россия, во-первых, не является участником конфликта, хотя многие политологи говорят, не нужны так называемые фейковые гаранты в лице Франции, Германии. Вот посмотрите, что происходит сейчас по Минским заговоренностям. То есть там Франция занимается обустройством послепрезидентских выборов, формируется правительство, формируется послепарламентских выборов местной власти. То есть грядут выборы в Германии, буквально они на носу уже. И многие говорят, что такого рода конфликт должны решать только заинтересованные стороны. В данном случае, я считаю, это Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. Это геополитика, это их сфера интересов. А вот эти все граждане, вы извините, они даже не имеют никаких рычагов влияния на того же Порошенко. То есть мы видим с первого дня подписание Минских договоренностей, полное игнорирование этих договоренностей априори. Первый один из главных пунктов – безоговорочное прекращение огня. Извините. Вот очередное недавно так называемое хлебное перемирие, я уже не знаю. Ну, было перемирие 1 апреля, многие смеялись, называли первоапрельским перемирием. Потом перемирие, последний звонок когда был, выпускной, теперь хлебное перемирие. Через полтора часа вооруженные силы Украины открыли огонь. Самое интересное, что говорят, что этого перемирия как раз просили фермеры Украины, а не Донецкая Народная Республика. То есть наша Донецкая Народная Республика в лице контактной группы пошла на встречу. Да, пожалуйста, что мы имеем? Я уже не знаю, какое оно по счету, наверное, 132 или какое. То есть отвода тяжелых вооружений однозначно нет. Постоянно мы видим передвижение тяжелых вооружений военной техники вдоль линии соприкосновения. Это фиксирует наша разведка. То есть и нет ни одного гаранта, который бы просто-напросто взял бы господина Порошенко, как прострапившегося шкалера, поставил бы угол на место и пальчиком бы ему пригрозил. Что мы видим? Ничего этого не происходит. Он продолжает воежировать между Украиной и Европой, между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Вот недавно нанес свой визит, знаковый в кавычках, говорят, что он побыл в овальном кабинете Дональда Трампа. По 6 минут. При этом даже не были вывешены флаги государства национальной. То есть так мимоходом какое-то совещание проходило. Вот зашел Петр Порошенко, видно его представили, он там сел, порукопожался и вышел. Все, на том дело закончилось. Хотя говорят, что Трамп якобы выступает за однозначное прекращение военного конфликта на юго-востоке Украины. Ну, к сожалению, его личных заявлений мы не слышали по этому поводу. Он тоже там не может разобраться со своими сотоварищами после прихода к власти в должности президента. Там тоже непонятная ситуация. Ну, а наблюдая все эти телодвижения Порошенко и его команды, того же Порубия, как известно, Порубий накануне визита Порошенко вернулся тоже из Соединенных Штатов Америки, где умолял натовских генералов разместить резервы на территории Украины. То есть, вы представляете, это что уже они хотят глобальную войну тут развязать? Ну, получается, что люди просто даже не отдают отчет своим действиям. Все пытаются заручиться поддержкой. Порошенко спит и видит для того, чтобы развязать полномасштабный конфликт. Я думаю, что и в Соединенных Штатах Америки тоже есть горячие головы, которые хотели бы торговать вооружением, для того, чтобы списывать их со складов, для того, чтобы иметь прибыль. Ну, в данном случае, вы знаете, этого делать категорически нельзя. Почему? Потому что нужно внимательно посмотреть на ту противоположную сторону, неуменяемую. Это как ребенок, которому дали спички, который может натворить все, что угодно. То есть, и здесь нужно и гарантам минских договоренностей, и, собственно говоря, и мировому сообществу, и той же организации объединенных наций, которая утвердила минские договоренности на Совете Безопасности с резолюцией 22.02, который тоже, к сожалению, не исполняется. То есть, тот факт, который имеем на данный момент. Мы имеем бесконечный конфликт. И вы видите постоянно, опять же, по той риторике, во всех смертных грехах обвиняется Российская Федерация, во всех смертных грехах обвиняется ее президент Владимир Владимирович Путин. Куда ни кинем, везде рука Кремля, везде Путин. Но вы меня извините, даже в цивилизованном, как говорится, мире это просто доходит до полного идиотизма. И многие просто начинают посмеиваться и покручивать пальчиком у виска. Уже до того дошла эта международная политика, что просто на голову нельзя одеть эти все события. Спасибо, Александр Павлович. Уважаемые гости, с вашего позволения мы прервемся на рекламу. Уважаемые телезрители, не переключайтесь. Мы буквально через минутку продолжим. Уважаемые друзья, мы продолжаем нашу встречу. Напомню, что сегодня мы обсуждаем в студии заявление Александра Турчинова о том, что Украине нужно завершить АТО на Донбассе и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны. Гости нашей сегодня в студии Ляшенко Валерий Георгиевич, кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Донецкой государственной музыкальной академии имени Сергея Прокофьева и Куренков Александр Павлович, заместитель начальника воспитательного дела Донецкого высшего общевойскового командного училища вооруженных сил ДНР, депутат Народного совета, член правления общественной организации «Оплот Донбасса». Напомню, что этот выпуск программы подготовлен при активной помощи общественной организации «Оплот Донбасса». А завершили мы наш разговор, первую часть, с заявлением президента Украины Петра Порошенко, который заявил, если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным право действовать адекватно в условиях агрессии, то мы оставим Украину беззащитной. А что вы думаете, Валерий Георгиевич? Ну, я думаю, то, что курс, который, так сказать, озвучил господин Порошенко, это то, что витает в киевских коридорах и кабинетах власти. Действительно, для них состояние войны, любой войны, любого конфликта – это решение очень многих внутренних вопросов, характерных для летящей в пропасть украинской экономики, украинской социалки, украинской медицины, украинского образования. Как-то, знаете, объяснить все эти промахи своими собственными ошибками у этих людей никогда не хватит ни совести, ни смелости. Поэтому нужно искать причины собственных промахов и неудач во внешней, так сказать, оболочке. И нужно искать эти причины в курсе Российской Федерации, которая якобы здесь проводит вот эту гибридную войну, так сказать. Хотя даже, по-моему, начальник штаба Муженко на одной из пресс-конференций заявил о том, что вооруженных сил Российской Федерации на территории ДНР и ЛНР нет. Он вынужден был на прямой ответ, как военный человек, все-таки прямо ответить, что вооруженных формирований нет. Если бы они здесь были, то, я думаю, уже бы вся вот эта вот, так сказать, кровавая мясорубка уже бы закончилась. Потому что, если мы посмотрим, как военно-космические силы работают в Сирии, то мы с вами видим, какой уровень боеспособности, материального обеспечения, какой уровень командования, взаимосвязи родов войск, подразделений, сил авиации, флота демонстрируют российские вооруженные силы. О чем вы говорите? Какие российские вооруженные силы в нашем конфликте? Этого, конечно, нет. Но для них признать вот этот факт, это значит расписаться в своем собственном бессилии, в своей политической импотенции. И они поэтому будут наворачивать вот эти вот, так сказать, горы лжи, фейков, всевозможных инсинуаций для того, чтобы в какой-то степени еще повлиять на сознание людей, живущих на Украине. И, кстати, я хочу сказать, что вот в этом аспекте, вот этой, так сказать, гибридной войны, мы должны признать, что украинские средства и массовой информации, и вот министерство вот этого стыдся, так сказать, они сработали достаточно основательно. И у какой-то части жителей современной Украины существует представление в головах о том, что здесь действительно идет война, и здесь, так сказать, украинская армия воюет с российским агрессором. То есть вот это неправда. Она в определенной степени, и та задача, которую они ставили перед собой, она захватила какую-то часть украинского населения. Тем более, что она падала на такую благодатную почву. Вот эта донбассофобия, которая была присуща Украине, она еще ж начала формироваться не в 2014 году. Я приведу высказывание известного украинского советского писателя Олеся Гончара, которую он сделал в своем дневнике. Такая запись 1994 года, где он прямо написал следующее. Донбасс – это раковая опухоль Украины. Так отрежьте ее и бросьте в пасть империи. Что дает Украине этот колбасный край, колбасная культура? Ничего. Когда мы отрежем и избавимся от Донбасса, мы пойдем в сообщество европейских народов. На минуточку, уважаемые слушатели, 1993 год. То есть еще до конфликта, так сказать, мы не дошли. 2004-2005 год, вы помните вот эту истерию, так сказать, когда наши жители Донбасса подавали вот в таком негативном плане, так сказать. Я не буду озвучивать вот те вульгарные выражения, которые через СМС пересылались. И вот в 2014 году в значительной степени вот эта вся информация легла на подготовленную почву. Но по мере того, как будет ухудшаться жизнь в Украине, по мере того, как будет складываться такая ситуация непростая для украинской власти, я думаю, что прозрение придет и к тем, кто сегодня еще верит киевской пропаганде, и тем, кто, может быть, еще сегодня идет сюда воевать в качестве добровольца, в качестве защитника каких-то украинских интересов. А по существу это люди, которые защищают интересы власть придержащих, украинского олигархата. Но если человек хочет отдать свою жизнь, единственно раздающуюся им Господом Богом, за вот такие мизерные цели, то что ж, флаг ему в руки и пусть идет. Но я думаю, что таких становится все меньше и меньше в украинском обществе. Спасибо. И, уважаемые гости, я позволю себе процитировать еще одного человека. Это украинский военный эксперт Олег Жданов. Мне это имя и фамилия ни о чем не говорит, но все-таки он заявил следующее. Заявляя о необходимости прекращения так называемой антитеррористической операции и переходе к новому формату войны с Россией, секретарь СНБУ Украины. Александр Турчинов, давший старт братоубийственной войне в Донбассе, пытается просто напомнить о себе. Это цитата военного эксперта Олега Жданова из Украины. Что вы думаете, Александр Павлович? Кровавый пастор, он немножечко в тень ушел, совершенно верно. Как-то его незаметно было. Если порубеют, даже в Соединенных Штатах нарисовался. Порошенко, вы видите, как президент, как гарант Конституции Украины. Он часто густо наезжает и в Европу. И вот слетал в Соединенные Штаты Америки. Возможно. Дело в том, что, понимаете, каждый из них не хочет оторваться от кормила власти. Когда многие говорили о том, что Порошенко сидит на чемоданах и где-то подготовлен запасной аэродром в теплой Испании, он уедет. Я сомневаюсь. Почему? Потому что человек, который держит в этой стране свой бизнес и успешно его ведет, невзирая на то, что идут военные действия, он еще получает прибыль. Это доказали практически все экономисты, которые работают в этой сфере. Он не бросит, он будет бороться здесь за влияние, за власть. Точно так же и господин Порубей, точно так же и господин Турчинов. Это единственный, кто сошел с политической арены. Господин Яценюк, если верить даже по иностранным данным, порядка 1 миллиарда долларов он хапнул. Так что я думаю, этих денег ему надолго хватит, если, конечно, где-либо его не прищучат потом и не потребуют оправдать, откуда эти деньги у него оказались, каким образом они приобретены. Я думаю, что начинается в Украине очередной виток политической борьбы. Почему? Потому что я уже упоминал даму с косой, Юлию Владимировну Тимошенко, которая тоже вышла. Вот она уже инициирует импичмент президенту. Вместе со своей фракцией Батькевщина она говорит, что она уходит в жесткую оппозицию в Верховной Раде. То есть очередная грызня политических элит, даже я их элитами, наверное, не назову, Украины, которые, ну я не знаю, уже деребанить практически, наверное, нечего. То есть осталась еще одна только земля. Ну, как говорится, совершить последний бросок. Ну, а, наверное, тогда уже громко хлопнуть дверью и уехать куда-нибудь на Канары или на какие-нибудь там другие острова со своими сбережениями, которые они сделали за счет обмечавшего народа Украины. Я думаю, вот это, наверное, единственный путь. Ну, или где-то закончить плохо. Кто-то может или застрелиться, если совесть такого есть у них. Или еще что-нибудь. Ну, мне кажется, что все вот эти нынешние политические лидеры, они закончат плохо. Может быть, будет какой-то трибунал по юго-востоку Украины, когда поднимут все материалы об уничтожении мирного населения, наших детей, женщин, стариков, инфраструктуры городов, населенных пунктов. Почему? Потому что материалы собираются. И мне кажется, что придется отвечать за все это. Вот тогда, наверное, они как побегут, как крысы с тонущего корабля под названием Украина. – Георгий Георгиевич, что Вы думаете? – Я думаю, что украинский политикум, он никогда не был монолитен, един. Там всегда работали группы интересов, работали различные политические ориентиры, которые на тот или иной момент становились доминирующими для определенного круга лиц. Хотя внешне все это изображалось и подавалось, как такое единообразие, единодушие, аплодисменты, рада встает. Но на самом деле это клубок ядовитых змей, которые между собой ведут борьбу за остатки материальных ресурсов на Украине, за власть. А власть дает возможность, собственно говоря, эти материальные ресурсы допиливать в режиме, ну скажем, такой квази-легитимности. Если человек губернатор, или человек возглавляет какой-то комитет Верховной Рады и все остальные прочие вещи. Поэтому здесь ничего удивительного нет. В отношении господина Турчинова я могу сказать только одно, что это полностью, ну вот в моральном отношении, это беспринципный человек. Человек, который начинал свою деятельность, будучи в комсомоле, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым, да, прошел всю эту школу комсомольскую. И вот мы видим, до чего он дошел. Дошел вот до того, что именно он своей подписью узаконил вот эту антитеррористическую операцию «Кровь, смерть и убийство людей на Украине». Сейчас он понимает, что нужно, да, где-то о себе заявить, потому что даже человек со справкой по Руби, тот в Соединенные Штаты Америки съездил, понимаете. Вот справка не стала причиной того, что его там не приняли, так сказать. Там еще есть одна очень идиозная личность. Бывший харьковский предприниматель, бакинский армянин, крупнейший специалист в области украинской культуры и языка господин Аваков. Поэтому все они, а мы же еще и забыли еще одного, печально забытого всеми господина Саакашвили, который там сейчас создает новую политическую партию, тоже рвется, так сказать, к власти в Украине. Вот поэтому там довольно интересно этот процесс проходит, причем безжалостно бьют друг друга, не щадя. Вот госпожа Копительман, которого мы все знаем, как Тимошенко, так сказать, вдруг стала яростной, так сказать, оппозиционеркой и заявила, что она будет в оппозиции. Но это же игра. И я так понимаю, что уже подавляющее большинство украинцев, ну, должно уже в конце концов в этих головах, так сказать, сложиться представление о том, кто же вами управляет, господа. Вы же как вот эти вот, так сказать, манекены на веревочке, вот они их дергают и ведут, вот это население, которое там голосует, кричит, ох, Юля, наша Юля. Это же помните, когда этот кролик кричал, Юля, он больше ничего не мог произнести. И здесь же потом ее начал топтать, так сказать, по законам политической игры и политического жанра. Поэтому ничего удивительного там нет. Там идет процесс жесткой борьбы за власть. Идет процесс борьбы за остатки материального, так сказать, благосостояния, которое было создано благодаря советской власти, Советскому Союзу, когда Украинская Советская Социалистическая Республика была одной из самых процветающих в СССР. И было создано серьезные материальные основы для промышленности, сельского хозяйства, науки и так далее, культуры. Вот все сейчас это пилится на последних остатках. Идет борьба между собой. Идет борьба за то, кто получит вот это верховенство. И, естественно, больше может ответить. Спасибо большое, уважаемые гости. Уважаемые друзья, я напомню, что сегодня мы обсуждали тему заявления Александра Турчинова. Украине нужно завершить АТО на Донбассе и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны. А обсуждали мы эту тему сегодня с Ляшенко Валерием Георгиевичем, кандидатом исторических наук, профессором, заведующим кафедрой гуманитарных дисциплин Донецкой государственной музыкальной академии имени Сергея Прокофьева и Куренковым Александром Павловичем, заместителем начальника воспитательного дела Донецкого высшего общевойскового командного училища вооруженных сил ДНР, депутатом Народного совета, членом правления общественной организации «Оплот Донбасса». Этот выпуск программы был подготовлен при активной поддержке общественной организации «Оплот Донбасса». Спасибо большое еще раз, уважаемые гости, и спасибо большое вам, уважаемые друзья, за внимание. До свидания.